Потому что Киев это прекрасный город, и Киев это город, где началось духовное движение, где это центр славянской, арийской духовной цивилизации. И мы подумали, что в этом году, наверное, будет смысл провести фестиваль в Киеве, потому что это самое такое место, как бы все дороги ведут в Киев, потому что это некий центр. И центр он как магнит притягивает к себе. И поэтому мы знаем, чем можно притянуть людей. Можно притянуть людей чем-то внешним, чем-то поверхностным, но можно притянуть людей чем-то внутренним, чем-то глубоким. Мы хотели бы, чтобы наши события, наши фестивали стали чем-то поверхностным, не то, что люди пришли просто повеселиться. Да, это прекрасно, получить хорошее настроение, массу позитивной энергии, но этого недостаточно, как говорил Сократ. Сократ всегда говорил, этого недостаточно. А что же, к чему же мы стремимся? Мы стремимся к чему-то подлинному, к чему-то идеальному, совершенному, но главное, что мы стремимся к вечному. У Шекспира есть потрясающее произведение, называется «Пир во время чумы». Оказывается, что во время чумы люди могут забыть в какие-то моменты о смерти, о болезни и начать пировать, и опьяненные, они будут счастливы на какое-то время. Но это будет пир во время чумы. В то время как великие святые, они говорят, что есть артха, это поиск счастья, но есть парам артха, поиск высшего счастья. Когда речь идет о ведах о высшем счастье, речь идет о каких-то вечных категориях, о совершенных категориях, об абсолютных категориях. Поэтому веды никогда не отрицают артху. Веды описывают все, знания, науку, медицину, камасутру, если хотите, все что угодно. Но они говорят, что подлинная кама – это вожделение обладать в этом мире. И поэтому, если человек избавится от камы, только тогда он сможет прийти к преме, к любви. Веды четко разделяют каму и прему. Кама – это стремление обладать чем-то. Мы всегда хотим чем-то обладать, и мы хотим всегда обладать чем-то прекрасным. Но веды говорят очень глубокую идею. Они говорят, что на самом деле прекрасным, подлинной красотой невозможно обладать. Есть такой пример, когда на аукционе покупают картину Пикассо за 47 миллионов долларов. Кстати, человек платит за картину 47 миллионов долларов. Он строит в этой картине музей. Он ставит цивилизацию людей, которые подметают, моют особый климат, чтобы с этой картиной не дах Бог, что-то не случилось. И он в раболепии говорит, я преклоняюсь перед Пикассо, приводит своих гостей и говорит, вот это кто кем обладает. Пикассо обладает или человек обладает. Мы понимаем, что кама – это иллюзия, вожделение – это иллюзия. Я обладаю Пикассо. Почему? Потому что я купил картину за 47 миллионов. Но Пикассо в свое время, когда он был в Париже, у него не было денег за покушать. Он расписывался на салфетках. И умные официанты, они понимали, что за чашку чая, за чашку кофе, что можно его взять? Он сказал, подпись Пикассо. Все этого было достаточно. Потом эти почеркушки и салфетки, картинки, которые Пикассо рисовал в парижских кафе, были проданы за огромные деньги. Итак, мы видим, что красота самодостаточна, ей невозможно обладать. И возникают вопросы, а в каких же отношениях мы можем быть с красотой? Веды говорят нам, что мы можем быть с красотой в нейтральных отношениях, созерцать ее. Веды также говорят нам, что мы можем быть с красотой в отношениях слуги, служить ей. Но еще глубже это отношение дружбы, еще более это родительская близость, это чувствовать себя, что мы членом семьи. А самое высшее переживание красоты – это любовь, супружеская любовь, любовь возлюбленных. Поэтому мы всегда с вами будем искать возлюбленного. Такова наша природа. Неважно, мы женщина или мужчина, животное или растение, но наша внутренняя природа будет всегда искать возлюбленного. Единственный объект, которому мы хотим отдать свое сердце, не частично, не на 5%. И как поется в этой песне «Завтра, как повезло моей невесте, завтра мы пойдем с ней тратить все мои деньги вместе». Нет, это не является любовью. Поэтому Веды провозглашают, что в любви должен быть один. В целом, любовь невозможна без двух, поэтому всегда есть двойственность. Но любовь – это один. Только кто-то один может очароваться чем-то высшим и пожертвовать ему себя. И в любви достаточно чувства любви. Те, у кого есть дети, они знают. Я вижу свою дочку или сына, и я испытываю в сердце чувство любви. Я не трясу своего маленького малыша и говорю, ты меня любишь или нет? Нет, это негармонично. Просто обладая чем-то, мы хотим любить и заботиться. Это наша тоже духовная природа. И ходить и требовать любовь могут только маньяки с пистолетами. А я вам нравлюсь? Направив пистолет, конечно, нравитесь. Вот, поэтому вожделение, гордыня – это принцип ее, это мисконцепция, непонимание, неправильное ощущение. Шидарма Хараш говорит, religion is proper adjustment – занять гармоничное положение. И ограниченное положение в ведах занимается благодаря трансцендентному звуку. Как ни странно. Потому что если мы будем бегать с GPS-ом, искать свое гармоничное положение в этом мире, то нам придется обойти очень много. Поэтому гармоничное положение занимается счет внутреннего GPS-а. Связь с высшим миром происходит через звук. Поэтому начинаем сегодняшнюю программу со звука, трансцендентного звука. В гостях у нас наша группа «Джив-Джага». И кто-то может сказать, о, прекрасно, вы устроили артистов, музыкантов. Но мы говорим, нет-нет, никогда не путайте киртон, что это внешнее и что это внутреннее. Помните, что внешний звук может быть очень красивым, но пустым. Но внутреннее наполнение мантрой, смыслом. Поэтому мы всегда говорим не просто звук, а unbound sound, как называемый. Звук, который не обусловлен материям, звук, который исходит из сознания, из сердца. Можно сказать слово «я тебя люблю», но в этом слове не будет любви. А можно человеку сказать «я тебя ненавижу», но человек поймет, что ты сказал «я тебя люблю». Именно так возлюбленные общаются между собой. Часто, когда возлюбленные общаются между собой, они хотят сказать «я тебя люблю», а вырываются «я тебя ненавижу». Но даже это слово полностью удовлетворяет человек. Ага, значит, любит, значит, бьет, значит, любит. Ну вот. Поэтому мы всегда говорим не о внешних каких-то поверхностных вещах, а о внутренних. Готовы? Мало тема, ханчур побои. Мы немножко споем сейчас, а потом продолжим наше общение. Мы начинаем с прославления высшего мира, потому что без великих мистиков, без великих святых это духовное знание было бы скрыто от нас, от Ванги, Гихидан, Гухаяя. Истинно всегда скрыто в глубине сердца осознавшей личности. И поэтому мы начинаем с прославления наших великих учителей, которые обладались глубоким чувством уважения и любви. И готовы были разделить ее со всеми. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА